А в центральном выставочном зале работает экспозиция участников 11-го художественного пленера «Хортиса сквозь века». На открытии вернисажа побывала наша съемочная группа. «Хортиса сквозь века» изначально был задуман как живописный пленер исторической картины, но за 11 лет существования расширил как жанровые, так и тематические рамки. В этом году пленер и вовсе сменил прописку, отправившись в Крым. Многие зарубежные участники – представители Словакии, Польши, Белоруссии, Швеции – побывали там впервые и признаются, что получили незабываемые впечатления от этой встречи. У нынешнего пленера родилось еще одно название – «Чумацкий шлях», ведь художники проделали значительную часть дороги чумаков, в чем убедились, посетив музей казачества на Хортице. Теперь в коллекции пленера появятся работы, навеянные новыми пейзажами и крымской землей. Для некоторых участников – в самом прямом смысле. Польский художник Антоний Врублевский использует в качестве краски землю. Я привез картины, которые я сделал, землей, на которой я живу, чтобы оставить в Запорожье немножко польской земли, а из Крыма взял крымскую землю. Польский живописец планирует устроить выставку картин, написанных с крымской землей у себя на родине, и, возможно, в следующем году показать их в Украине. А пока работу участников пленера можно увидеть в Центральном выставочном зале на бульваре Центральном в течение месяца.